Хаосно, беспорядок, грязно. У нас площадь была намного лучше. Какой вы хотите ее видеть? Что вам здесь не хватает? Ну, хотелось, чтобы она была просторная, чтобы она была чистая, чтобы восстановили вот тот балерьев, который находится, где кинотеатр «Россия». Вот сделали, огородили, машины не ездили. Очень хорошо. Дети идут со школы, у меня внук идут со школы, да, и я не переживаю, что он бежит, машин нет. Сейчас убрали это, зачем? В зону отдыха, чтобы было, только не автостоянки, и вот эта вот стихийная торговля. Абсолютно нас она раздражает. Мы севастопольцы коренные фактически. Но вот это вот наше… Одно время убрали все, это была красота. Сейчас опять все, пришли по-новому ребята. Грязь, вонь, больше ничего. О том, что сейчас площадь 50-летия СССР в ужасном состоянии, севастопольцы говорят в один голос. В советское время здесь не было стихийных рынков, парковок и других объектов, которые загромождали свободное пространство площади. Территория, на которой раньше находился лишь центральный универмаг, превратилась в настоящий базар. Проектов по благоустройству главной площади Гагаринского района было несколько, но ни один так и не воплотили в жизнь. В этом году правительство Севастополя приняло решение на основании мнения севастопольцев представить, какой должна быть эта площадь. Департамент архитектуры для включения в программу развития городской среды на 2017-2022 годы, чтобы включить в эту программу, нам был объявлен городской конкурс на безвозмездной основе, то есть победители получат грамоты от главы города, с той целью, чтобы узнать, во-первых, мнения жителей города, также, чтобы приняли участие авторские коллективы или просто дизайнеры-художники города Севастополя. Ирина Марочкина рассказала, что в программу благоустройства попал и новый сквер в районе домов номер 60 и 54 по проспекту Героев Сталинграда. Жители близлежащих домов долгое время отстаивали это место от застройки. Пока участников только трое – архитектурная мастерская «Растворгрупп» Светлана Слабенко и Алексей Дунаев. На эскизах дизайнеры показали, как можно организовать свободное пространство, чтобы сделать его удобным для всех жителей города. Вот такой площадь 50-летия видят участники конкурса, который организовал Департамент архитектуры и градостроительства правительства Севастополя. Принять участие в нем может каждый желающий. В итоге наработки победителей конкурса будут учтены в техническом задании главного проекта по реконструкции площади 50-летия. Однако не все севастопольцы смогли увидеть и оценить представленные работы. Пожилым людям сложно добраться до места экспозиции. В редакцию нашего телеканала поступило порядка 300 звонков с пожеланиями для городских властей продублировать или перенести презентацию проектов на площадь 50-летия СССР, чтобы жители смогли увидеть, как может преобразиться это место и высказать пожелания и предложения. Конкурс на лучший эскиз проекта по этим двум объектам продлится до 28 сентября. Дарья Юхновская, Анатолий Паньков, Севинформбюро.